Отрывок из книги Ларисы Александровны Секритовой и Людмилы Леоновны Стрельниковой «Паранормальные способности» из раздела «Что такое качество души?» Если говорить обычным языком, то понятие «качество» объединяет в себе наличие свойств и особенностей, отличающих одного индивида от другого. С энергетической точки зрения любое качество – это отдельный вид однородной энергии, способный к изменению. Любой рост или уменьшение накопления энергии приводит к изменению качества. Внутренние накопления, создающие качество души, обязательно отражаются на произведениях, создаваемых творческими личностями. Они делают их творения неповторимыми и особенными. Каждое качество имеет законодательную основу построения в ячейке матрицы. Качество, выстроившее полностью в ячейке мини-иерархию, переходит в автоматический режим действия. А это означает, что индивид способен создавать что-то профессиональное, например, писать романы или научные книги, рисовать картины, чертить чертежи самолетов, создавать бытовую технику и прочее. И на все должна быть построена и иерархия соответствующего качества – писателя, научного деятеля, авиаконструктора или изобретателя бытовой техники. Во всем будет проявляться индивидуальность и неповторимость души человека, даже если два индивида начнут воплощать одну идею. Поэтому портрет Александра Сергеевича Пушкина один портретист нарисует в одной тональности, а другой в иной. И всегда будет видно, что художники разные, хотя на полотне они воплотили один образ. Разные качества формируют у людей неодинаковое восприятие мира и разные возможности человека при его отражении в произведениях. Взять учеников в художественной школе, срисовывая одну и ту же вазу на уроке рисования, каждый из них нарисует ее в своей манере, отлично от других. Все это будет зависеть не только от мастерства каждого из них, но и от совокупности их внутренних качеств, создающих разные мироощущения. Размышления Как-то однажды наставник написал, что нет смысла обсуждать какие-то идеи, какой-то постулат, потому что у каждого человека набран его композит души. И он понимает то, что видит, слышит, читает, именно исходя из этого композита души. Поэтому и говорят, что истина многогранна. И она зависит от того, что набрано у человека. И другой уровень человек не сможет понять, если этот уровень выше его уровня. А тот, кто развился гораздо мощнее, гораздо выше, они в силу своих возможностей могут спускаться на более низкие уровни. Зачем? Чтобы как учитель помогать душам расти вверх, если людям это нужно, и они стремятся к этому. И доросли до развития, доразвились до развития. Но те, кто стоят ниже, они не могут понять. И поэтому и говорят посланники в своих книгах, что о высоком должны писать только высокие. Приводится тот самый пример поведения Людмилы Леониды Стрельниковой. В ситуации с машиной было расценено совершенно не так, как оно являлось на самом деле. Когда ей просто сложно с ее конструкциями ездить в этой небольшой конструкции. Плюс, когда ты едешь в машине с водителем, ты так или иначе вынужден с ним разговаривать. А ей это очень было не симпатично. Ситуация из жизни Людмилы. Отрывок из книги нашей Македон, часть первая. Лариса Александровна Секлитова и Людмила Леонидовна Стрельниковой. Эпизод. О высоком должны писать только высокие души. Нельзя, чтобы о высоких личностях писали низкие писатели и сценаристы. Иначе все высокое превратится в образец их собственного понимания чужих поступков и мира вокруг. Один наш читатель писал другим, пытаясь объяснить, почему мы отказались ехать с ним из Москвы в Александров. Письмо позднее переслали нам. Приведу выдержку из его письма. Думаю, они боятся всяких аварий, ехать далеко, а сейчас на дорогах творится беспредел. Поэтому, чтобы обезопасить себя, они всегда пользуются общественным транспортом. Это было мнение обычного человека, опять же, не знающего наличия высших причин у другого. Но я действительно не любила на них ездить, и причин для этого было две. Первое. Машина всегда напоминала мне консервную банку. Казалось ужасно тесной. Я чувствовала себя в ней некомфортно и к тому же не переносила запах бензина. Меня всегда удивляло, как это большим мужчинам нравится ездить в таких тесных банках. Но основной причиной, очевидно, было мое тонкое строение, для которого машины были несоразмерные. Мои строения не вмещались в их маленькое пространство. И второй причиной явилось то, что если кто-то предлагал подвезти, то значит, с ним всю дорогу надо было о чем-то разговаривать. А я любила молчать дороги и думать о своем. Не переносила, когда в мои мысли начинал кто-то лезть. Таким образом, в поездках я выбирала не транспорт, а свободу от посторонних вмешательств в свой внутренний мир. Поэтому о высоком должны писать только высокие души. Продолжение размышлений Не надо допридумывать за высокими личностями то, чего нет. Вот про что это еще. И здесь еще интересный момент. Портрет Александра Сергеевича Пушкина. Это Тропинина и Киприенского. Причем про портрет Киприенского именно Александр Сергеевич сказал, что себя как в зеркале я вижу, это зеркало мне льстит. Вот и Тропинин. Они такие солнечные, такие сочные. И Пушкин, и Тропинин, он тоже получился совершенно такой, знаете, такой солнечный поэт. У Киприенского преобладает несколько иная гамма. Несколько иная гамма красок. Совсем такая палитра, приглушенная, затемненная. Другой посыл. Точеный портрет, выточенный. И там, и там Александр Сергеевич, то, как и видит художник. Это знаменитая фраза от художников «Я так вижу». И он, в принципе, имеет право на это. Потому что даже вот изображение Господа, да, или изображение посланников, да, каждый их видит так, как может видеть, и передает их именно так. И не только художник. Даже книги, когда мы читаем, у каждого его восприятие информации. И он может только поделиться своим восприятием. И это очень важно. И человек развивается таким образом, делясь, как говорит наставник. Делясь, твоя душа растёт. Это важно делиться. Это очень важно. Но не стоит ожидать, что все примут твою точку зрения. Это уже ошибка. Это уже ай-яй-яй. Потому что у других людей их композит, их сознание, их накопленная матрица понятий, и их цели, их задачи на воплощение. И никто не обязан принимать другую точку зрения. Как и нельзя навязывать то, что интересно тебе, другим людям. Или просить, или требовать. Ну, пожалуйста, давайте обсудим. А давайте послушайте. Нужно уважать других людей также. И уважать, что у них другой композит. Иногда ответы людей могут удивлять. Как бы ожидается один ответ. Да-да, как здорово! А человек вообще про другое начинает говорить. Вот это, конечно, интересный момент. Но он может указать что-то ещё. То, что он видит, вот это интересно. То есть он может указать там... Ну, идёт же восприятие собственного композита. И вот этот вот плюрализм мнения, он, в принципе, очень интересен. И он важен. Потому что вот так говорится, что во всём будет проявляться индивидуальность и неповторимость души человека. Даже если два индивида начнут воплощать одну идею, так же и проекты. Каждый их воплощает так, как он видит, так, как он понимает, так, как он в состоянии осознать. И здесь такой момент, что всё это будет зависеть не только от мастерства каждого из них, но и от совокупности их внутренних качеств, создающих разные мироощущения. То есть совокупность их внутренних качеств. А внутренние качества — это вообще работа ни одного воплощения. Это работа многих-многих-многих-многих воплощений. И там, где один скажет «делай так-то», второй не сможет это сделать, например, в силу того, что у него другой композит. Или один скажет «а делай вот так-то», второй может это как-то взять и преломить через собственное построение матрицы, через собственные качества и выдать именно своё решение, отличное от того, что ему давали. И это его право абсолютно. И это его путь развития. И поэтому пытается, что в принципе никого не надо воспитывать, тем более детей. Они сами воспитываются как примером. Примером. Примером их родителей. Они как губки это всё впитывают и впитывают именно вот эти качества. Внашивание произведений. Это только кажется, что легко что-то там художник намалевал. Нет, это огромный труд. Также у певцов, у исполнителей музыкальных произведений. Ну, казалось бы, что там, играй по нотам. Нет, произведение вынашивается и вынашивается долго. И это такая огромная подготовка. И такое ощущение, что вот это вот вынашивание, вот как раз таки идёт вот это вот вложение уже собственной индивидуальности в том, что ты производишь. И поэтому, как можно копировать работу? Да как же это копировать? Просто другой художник, он видит совершенно иначе, во-первых. Плюс он даже самого себя, по сути, не может копировать. Почему? Потому что с написания первой работы проходит какое-то время. За это время он так или иначе развивается. Он развивает навыки, развивает способности, он развивает свои таланты. И он уже у него меняется всё. И мазок, и цветоподача, и настроение. И вот копировать один в один, ну это просто. Ну в общем нет, оно будет уже всё равно другим. Оно даже будет носителем другой энергии, эта работа. Как и исполнение произведения. Каждый раз оно разное. Казалось бы, ну что там, спеть три куплета, два припева, да? Нет, каждый раз это будет новое, потому что это новое состояние, в которое входит исполнитель, а он развивается. Субтитры создавал DimaTorzok